Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoom. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Каких только лис у нас не было в гостях, и Большеухо, и Серое, и Рыжее, и Песец, и даже Феник. Но вот наши сегодняшние гости сильно отличаются от своих родственниц, чем не только квадратной головой, которая на самом деле совсем не квадратная. Да и чем вообще может отличаться лиса, которая живет в самом Тибете, где абсолютно точно познала дзен и смысл жизни. Правильно, она отличается всем. Страх, ненависть, радость – все это неведомо нашему сегодняшнему герою. Она – это истинное олицетворение спокойствия и умиротворения. Встречайте тибетскую лисицу – вид млекопитающих семейства псовых. Рода лисиц. Тибетская лиса обитает в степях и полупустынях Тибетского плато. Также встречается в Непале, к северу от Гималая, на северо-западе Индии, в ряде провинций Китая, граничащих с Тибетской автономной областью. В 2008 году исследователи наблюдали тибетских лисиц аж на горных равнинах на высоте до 5200 метров над уровнем моря. Однако лисы эти практически не встречаются в местах, где отсутствуют пищухи, которые являются их основным любимым лакомством. Только в таких местах и можно обрести внутреннее умиротворение, ведь местные условия требуют железного терпения. Градусы в горах зашкаливают как в положительную, так и в отрицательную сторону. Плюс 40 летом и минус 40 зимой. Прибавьте к этому бесконечные ветра, открытое пространство и щепоточку кислородного голодания. Получаются идеальные условия для отшельничества. Без теплой шубы в таких краях тяжело. Мех животинки – это дождевик и пуховик в одном флаконе. Он отлично защищает лисицу и от ветра, и от лютых морозов. Кстати, такой же шубкой обзавелся Манул. Ролик о нем ищите в плейлисте кошки. Тибетская лиса – одна из самых маленьких лисиих разновидностей, но зубы хорошо развиты с чрезвычайно длинными клыками, большими, чем у всех других лис. Морда тибетской лисицы кажется квадратной, но не потому, что она на самом деле квадратная, а за счет густого меха вокруг шеи. Цвет по бокам изменяется от ржаво-коричневого сверху до серого к низу, что создает иллюзию полосы. Длина тела взрослой тибетской лисы до 70 см, хвост длиной от 30 до 45 см. Как я уже сказала, любимая вкусняшка тибетских лисиц – это пищухи. Кроме них, они едят и других грызунов, зайцев, а также мелких птиц, гнездящихся на земле, и их яйца. Однако, если эта лисица поймает или найдет какую-либо другую съедобную добычу, она незамедлительно употребит ее в пищу. Например, это могут быть насекомые, рептилии и даже ягоды. Также, при случае атомной войны, она может питаться падали. В таких тяжелых условиях нам грех ее винить. Для ловли любимых пищук тибетские лисы имеют чрезвычайно тонкий слух, позволяющих издалека находить их излюбленную пищу. Запах используется, чтобы ориентироваться на территории. Но известно, что тибетские лисы активно не защищают свой участок от других пар. Они не территориальные животные и живут в мире с окружающей средой. Было найдено много пар животных, живущих по соседству и охотящихся на общих землях. В общем, эти лисы, как и положено тибетским монахам, за мир во всем мире. Обычно, познавшие смысл бытия, тибетские лисицы живут в выкопанных логовах или норах, под скалами или в щелях и ведут достаточно скрытный образ жизни. О котором мало что известно. Истинные монахи из мира животных при всем своем аскетизме тибетские лисицы охотятся попарно, самец и самка, и делят всю пойманную добычу со своим партнером. Да, ну и естественно, семьи лисы-монахи создают один раз и на всю жизнь. Сезон любви у этих монахов наступает обычно в феврале. Пары образуются к концу первого года жизни и в дальнейшем сохраняются на всю жизнь. Живут и воспитывают потомство. Тибетские лисы тоже вместе. Беременность длится 50-60 дней, в среднем 55. После родов самка долго не покидает логово и в течение нескольких недель после рождения далеко от него не отходит, что затрудняет для великих умов точное определение длительности периода ее беременности. В логове рождаются обычно от 2 до 5 голых и слепых щенков. Каждый весит от 60 до 120 грамм. Они не появляются из логова в течение нескольких недель после рождения, пока не подрастут. До 2006 года тибетских лисиц никогда не снимали на видео по причине их природной осторожности, а также из-за труднодоступности мест, где они обитают. Большинство исследователей оценивают продолжительность жизни тибетской лисицы при идеальных условиях в 8-10 лет. Однако в естественных местных обитаниях большинство лис погибает по естественным причинам уже к 5-летнему возрасту. Мех тибетской лисицы используется жителями в некоторых областях Тибета для изготовления шапок, которые надежно могут защитить местных голых обезьян от ветра и дождя. Однако большой коммерческой ценности их мех не представляет. И слава богу, тибетские лисы играют существенную роль в регуляции численности грызунов и другого мелкого животного населения. Возможно, они также способствуют выветриванию верхних слоев почвы, роя свои логово. Плотность тибетских лисиц в пределах ареала повсеместно низкая. Обзор 43 регионов Тибетской автономной области в 1989 году оценил численность тибетских лис в 37 тысяч особей. При этом тибетские лисы фактически не охраняются. Опасность для вида представляют действия правительства КНР, которое спонсирует кампанию по отравлению пищухи на территории тибетского плато. Еще одной угрозой для тибетской лисицы являются домашние собаки коренных жителей Тибета. Давайте пожелаем тибетскому монаху из мира животных выжить в этом сумасшедшем мире голых обезьян. А вы знаете, в чем смысл жизни? Может быть, в пищухах? Пишите свои варианты в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала, пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин